Поистине, сердца могут смягчиться только перед искренними выступлениями. Уши могут прислушаться только к ясным и чистым словам, а души склоняются только перед благими делами и перед мудростью. В призыве к Аллаху есть своё искусство и свои нормы. Тот, кто в совершенстве овладеет ораторским искусством, преуспеет в соблюдении религии и изучит так называемое «разрешённое колдовство», заключающееся в красноречии и искусстве ведения спора, тот сможет изменить положение людей. Всевышний Аллах повелел нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, призывать к Аллаху с мудростью. Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием. И все пророки и посланники были мудрейшими людьми в своём призыве к Аллаху. Мессия Иса Мирьему находился впереди них. Иса Мирьему не призывал израильтян к чему-то большему, чем следование за мудростью. Он сокращал для них своё послание, желая, чтобы они полностью осознавали его обращённые к ним слова. Несмотря на это, сыны Израиля встретили его с обвинениями во лжи и отказались за ним следовать. Мы можем увидеть, как Мессия Мирьему описывает своё пророчество и призыв, называя его мудростью. Братья и сёстры, в этой серии мы говорим с вами о том, как Иисус Христос, Сын Марии, призывал людей, какими методами и средствами ведения призыва воспользовался Мессия, чтобы донести то, что повелел Ему Всевышний Аллах. Под методами призыва мы имеем в виду то, как он это делал, с помощью чего проповедник может донести истину, разъяснить её и украсить для людей, какими приёмами он пользовался. Что касается средств призыва, то под ними мы подразумеваем средства, используемые проповедником для донесения истины до людей и устранения препятствий на этом пути. Что касается методов его призыва, то среди них мы можем обнаружить три ярко выраженных метода, которые Иисус использовал. Первый из них — это рассказывание притч, второй — мудрость в словах, и третий — это метод побуждения и устрашения. Начнём с метода использования притч. Иисус, мир ему, изобразил человека, желающего этот мир, в образе того, кто пьёт воду из моря. Как сказано в историях пророков Ибн Кафира, Иисус сказал, «Тот, кто жаждет этот бренный мир, подобен пьющему из морских вод. Чем больше он выпьет, тем сильнее будет его жажда, и так будет до тех пор, пока жажда не убьёт его». Рассказ подобных притч является одним из методов разъяснения, если не самым сильным из этих методов, потому что он представляет умозрительные истины в виде чего-то осязаемого, сравнивает что-то скрытое с чем-то явным, отсутствующее с наличествующим, приближая значение этих слов к разуму, и это наилучшее объяснение. Иисус, мир ему, стал известен своими притчами. Суфьян Ат-Саури передал, что Иисус, Сын Марии, мир ему, однажды сказал, «Любовь к этому миру и любовь к миру вечному не удержатся в сердце верующего, так же, как вода и огонь не смогут удержаться в одном сосуде». Всевышний Аллах говорит об Аисе, мир ему, Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инжилю, научит его Писанию, то есть письму, и Всевышний Аллах отправил Иису, мир ему, к народу, в котором были развиты разные науки. И Всевышний Аллах оказал ему почтение, сделав так, что он превосходил остальных в этой области, научит его Писанию и мудрости. Мудрость — это правильность в словах и делах. Несомненно, мудрость в словах оказывает большое влияние на призыв людей к Всевышнему Аллаху из-за красоты мудрых слов, возвышенности, их значений и простоты их запоминания и повторения. Краткие красноречивые слова, обладающие ясным и открытым значением. Именно так можно описать слова пророков, «Да пребудет над ними всеми мир и благословение Аллаха». Аиша, да будет доволен ею Аллах, описала слова нашего Господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Она упомянула, что это были решительные, различающие слова, которые запоминал тот, кто сидел перед ним. Такими же были и слова Иисуса, Сына Марии, мир ему. Они вобрали в себя красноречие и краткость, решительность и ясность. Если мы взглянем на то, что наш Всевышний Господь рассказал нам об Иисе, мир ему, и что Иисе произнес, будучи младенцем, мы увидим удивительные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Причист Аллах, как же красноречивы эти слова, насколько они ясны и понятны, сколько великих значений вобрали в себя эти краткие и ясные слова. Вот так кратко Мессия, мир ему, разъяснил, кто он и каково его положение. Он разъяснил свою сущность, свою цель и свой шариат, упомянув некоторые, свои нравственные качества и описания, а также опровергнув обвинение, направленное против его матери Марьям, мир ей. Одним из методов Мессии, мир ему, который он применял в своем призыве, было побуждение и устрашение. Под побуждением имеется в виду все то, что заинтересовывает человека, ответит на истину и принять ее. А устрашение — это запугивание вредом и лишением чего-либо хорошего, связанного с этим миром или же с последующей жизнью, которая рано или поздно начнется. Побуждение и устрашение — это один из методов призыва, который взаимодействует с природой человека, желающий блага и избегающий всего плохого, мечтающий об избавлении от скорого или последующего вреда. По теме побуждения к благу, Ибн Кассир привел в историях пророков следующую историю. Однажды какая-то женщина сказала Иисусу, мир ему, «Благословенно то чрево, что выносило тебя, и грудь, которая вскормила тебя». Тогда Мессия, мир ему, ответил ей, «Нет, благословенен тот, кто прочитал книгу Аллаха и последовал за ней». Также он, мир ему, говорил, «Благословен тот, кто заплакал при воспоминании о своем грехе, а хранил свой язык, и кого вместил его дом. Также Мессия, мир ему, говорил, «Благословен глаз, который при засыпании не помышлял о совершении греха и который проснулся ради чего-то негреховного». В вопросе устрашения мы находим слова Иисуса Христа, мир ему, когда он устрашает своих сподвижников и предостерегает их от многобожия, «Ширка». Как нам сообщил об этом Всевышний Господь в своих словах, Мессия сказал, «О сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему, воистину, кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай, его пристанищем будет гиена и у беззаконников не будет помощников». Что касается средств введения призыва, то мы видим, что в своем призыве Иисус использовал четыре таких средства. Первое средство — это призыв своим примером. Второе — избрание для себя помощников. Третье — странствие по земле. И четвертое — аргументы и доказательства. Начнем с призыва своим примером. Всевышний Аллах отправил пророков из числа людей, чтобы они стали примером для подражания для своих народов, примером для подражания в своем поведении и во всех своих действиях. Они призывают людей к правдивости и искренности, призывают их к верности и надежности своими словами, прежде чем призывать их своими делами. Аисамир ему был отправлен в качестве пророка, когда первосвященники сынов Исраиля, бывшие до него, стали плохим примером для людей. Они призывали людей к благочестию, забывая при этом о себе. Тогда пришел Аисамир ему. Он словно бросил этот бренный мир к себе под ноги и наступил на него. Люди удивлялись. Он призывал их к благочестию, будучи при этом самым благочестивым из людей и быстрее других, достигающим этого благочестия. Он призывал их возвращать доверенное им на хранение и сам был главным образцом возвращения Аманатов. Он призывал их к благу и сам следовал ему еще до того, как говорить о нем с людьми. Поэтому люди потянулись к нему, он понравился им. Когда он отбросил назад все мирские страсти и перестал обращать на них внимание, он принялся работать на свою загробную жизнь. А этот мир для него стал мостом, через который он переправляется в последующую жизнь. Предводителей нечистия он встречался словами, «О скверные ученые, вы поставили этот бренный мир себе на голову, а мир вечный поставили себе под ноги. В ваших словах исцеление, а в ваших делах болезнь. И как же сильно израильтяне нуждались в таком образце для подражания, каким стал наш господин Мессия, мир ему и благословение. Ведь в них было много недостатков, они были причастны к различным грехам и низким поступкам, а Мессия, мир ему, обладал лучшими нравственными качествами и всевозможными достоинствами. Его Господь описал его как одного из праведников. И тогда люди начали смотреть на него иначе, чем на своих бывших священнослужителей. Слова и дела Иса, мир ему, могли быть описаны как праведные. И поэтому он был достоин того, чтобы стать благим примером для подражания». «Ой, израилетяне! Мессия учит нас скромности и говорит «Блаженные скромные в этом мире, ибо они окажутся обладателями Минбара в судный день». Также Мессия призывает нас урегулировать разногласия между нами и говорит «Блаженные миротворцы, ведь они унаследуют Фердаус, высшую степень рая, в судный день». Также он призывает нас к здравости сердец и говорит «Блаженные чистые сердца, ибо они Аллаха узрят в судный день». Когда Мессия, мир ему, не нашел у иудеев отклика на свой призыв и, напротив, увидел, как они отказываются от него, отворачиваются и не верят во Всевышнего Аллаха, Мессия, мир ему, воспользовался другим средством призыва к Аллаху. Он взял себе помощников. Когда Иисус почувствовал их неверие, Он сказал «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху? То есть, кто поможет мне в моем призыве к Аллаху?» Мессия попросил помощи, прося защиты от своего же народа, чтобы ему было легче показывать людям религию Аллаха. Этим Мессия не ограничился. Также Он принялся странствовать по земле. Он переходил с одного места на другое. Мессия нигде не обосновывался надолго. Он постоянно переезжал с места на место. Его заботой был призыв людей, а его целью распространение послания Аллаха. Истинно говорю вам, ни этого мира вы не желаете, ни мира вечного. О, посланник Аллаха, объясни нам это. Мы считали, что желаем что-то из этих двух. «Если желаете вы мир этот, так повинуйтесь Господу этого мира, в чьей руке находятся ключи от всех его сокровищ, и он даст вам то, что вы хотите. Если же вы хотите мира вечного, подчинитесь Господу мира вечного, который владеет им, и он дарует вам его. Но вы не желаете ни того, ни этого». Нет сомнения в том, что призыв к Всевышнему Аллаху нуждается в проповеднике, который будет встречаться с людьми. Иногда проповедник должен будет пойти к ним, туда, где они живут, в их города и поселения, на их собрания, чтобы донести до них призыв Всевышнего Аллаха. Особенно, если для людей этот призыв в новинку, и они ничего о нем не знают. Так же делал и пророк Аллаха Айса, мир ему. Он отправлял посланников, и это были апостолы. Он отправлял их, чтобы они доносили призыв повсеместно. И среди людей Писания распространился термин «посланники», применительно к апостолам. Помимо всего этого, сильнее всего Всевышний Аллах поддержал Мессию, мир ему, явными доказательствами, ясными, очевидными чудесами и яркими доводами. В своей основе именно они и убедили людей в том, что Айса, пророк, отправленный Аллахом, и как следствие люди начали отвечать на его призыв. Всевышний Аллах поддержал своего посланника Айсу, мир ему, очень многими ясными знамениями и чудесами. Субтитры создавал DimaTorzok Айсу, «Ухриджу льмаута би-изни». Когда Мессия мир ему призывал свой народ к Всевышнему Аллаху, он напоминал им о тех чудесах и доказательствах, с которыми он пришел. Самым главным из них было то, что он разговаривал во младенчестве, мог сообщать людям то, что они едят и что прячут в своих домах. С неба к нему спускалась трапеза. Также он обладал способностью лепить из глины изваяния птиц, дуть на них, и по соизволению Аллаха они становились настоящими птицами. Он мог исцелять слепых и прокаженных и оживлять мертвых по соизволению Аллаха. Слова «по соизволению Аллаха» повторяются в аяте несколько раз, чтобы опровергнуть предположения о божественной природе Иисуса, ведь люди не могут оживлять мертвых. То, с чем пришел Иисус, истина, все это было знамением от Всевышнего Аллаха, подтверждающим Его слова о том, что Он посланник Господа миров, призывающих людей к поклонению одному Всевышнему Аллаху, у которого нется товарища. Так послушайте же внимательно Мессию. Когда в конце перечисления этих чудес, Он объясняет цель послания, ради которого Он был отправлен. Он говорит, «Я принес вам знамение от вашего Господа, бойтесь же Аллаха и повинуйтесь Мне, воистину Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».